Новый скандал в городе Хемниц. В соцсети сегодня попал ордер на арест 22-летнего иракца, которого подозревают в убийстве в ночь на воскресенье 35-летнего немца Даниэля Хиллинга. В документе подробно написано, в чем его подозревают и почему арестовали. Например, что он нанес Даниэлю пять ударов ножом в верхнюю часть тела. Ордер был опубликован радикалами, а позже копию распространили на своих сайтах «Пегида», «Про Хемниц» и «Политики из АДГ», но через несколько часов удалили. Сейчас, как вы можете видеть на страницах, его нет. Прокурор Дрездена уже заявил, что есть все основания полагать, что документ, который попал в соцсети, это подлинник. Как он оказался в руках у правых радикалов сейчас выясняется, но в прокуратуре говорят о значительных утечках в правоохранительных органах Саксонии и злоупотреблениях должностными полномочиями. Публикация подобного документа является уголовным преступлением, карается лишением свободы на срок до года. Министр внутренних дел Хорзе Хофер сегодня осудил публикацию ордера, заявив, что недопустимо, чтобы внутренние процессы правосудия были публичными. Высказался о неонацистских беспорядках Хемницы и верховный комиссар ООН по правам человека. Он призвал политиков громче говорить о происходящем. Использование нацистского приветствия в стране, где люди куда более осведомлены. В Германии как нигде люди переосмыслили свою историю, прошлое и страдания людей по всей Европе. То есть то, что произошло в Саксонии в последние несколько дней, для меня это было шоком. Иногда мы чувствуем страшные разочарования, поскольку продолжается рост этих крайне правых политических сил, у которых кажется полная амнезия. И это все продолжается, несмотря на то, что мы говорим, мы не можем просто выкинуть из наших воспоминаний те ужасы прошлого. И особенно страшно наблюдать за тем, как снова используются те же самые методы. Я думаю, что важно, чтобы другие политики и известные люди по всей Европе осуждали происходящее. Мы в ООН один из немногих публичных голосов, которые это делают, у нас одних недостаточно. Этот скандал с утечкой документов полиции прошел сегодня на фоне заявления о том, что стражи порядка как раз прекрасно справились со своими задачами в понедельник, когда на улице Хемница вышло более 7 тысяч человек и несколько тысяч крайних радикалов, которые в течение пяти часов кидались бутылками и взрывали петарды. Сейчас на улице Хемница относительно спокойно, но полиция по-прежнему патрулирует город, об этом нам сообщила наша съемочная группа. Сейчас мои коллеги Любовь Камырина и Сурен Мативасян находятся в Хемнице. Как стало известно о съемочной группе телеканала Ост-Вест, в Хемниц приехали с битами много русскоязычных немцев из Баварии поддержать раненых. Все подробности в нашем репортаже в эту пятницу в программе Восток-Запад.